Адмирал и георгиевский кавалер Александр Васильевич Колчак родился 16 ноября 1874 года, имел дворянские корни. По версии историков, его прадедом был турецкий военачальник, ботнический серб по происхождению принявший ислам. 14 лет Александр поступил в морское училище, по его окончанию был произведен в Мичманы. Начав службу, Александр посвятил себя научным экспедициям, как ученый океанограф, его именем даже назван остров возле побережья Таймы. В 1904 году Колчак оставил научную работу, чтобы участвовать в русско-японской войне, отличился при защите порта Артура. За мужество был награжден золотым георгиевским оружием. Первую мировую войну Колчак встретил в чине адмирала, командующего Черноморским флотом. Был участником Муадзунской операции, стал кавалером Георгия 4 степени. Когда прогремела Октябрьская революция, Колчак единственный из высшего командования, не просил об отречении императора. Веря, что можно все исправить, Колчак до последнего командовал белым движением, оставаясь верным данной им присяге. Был расстрелян большевиками в Иркутске 7 февраля 1920 года. Можно по-разному относиться к этой исторической личности, но даже враги видели в нем настоящего офицера, и патриотизма.